Я бесконечно счастлив от того, что мой скромный канал и наше очень относительно большое количество людей реагируют и помогают уже не одному человеку. Но со Святогорской лаврой это отдельная история. Потому что когда я объявил вам о том, что с лаврой происходит, что есть доступ, что можно помочь, за несколько суток собралась очень огромная сумма денег. Ну вот как для меня, благодаря вам. Я вам бесконечно благодарен. И по голосованию интерполита Иллариона, Тесиан, который занимается, начал сразу извитывать и говорить, что приходят деньги. Я, если честно, просто не верится, что я очень скромная прессона, понимаете, но могу хоть что-то сделать. Поэтому докладываю. Гуманитарная помощь почти каждый день доставляется в Святогорскую лавру. Я не знаю пока, как зовут этих доблестных христиан, которые не боятся взрывов, не боятся обстрелов, загружают газели, загружают автобусы, загружают микроавтобусы, грузят все, что нужно. Еду, загружают средства гигиены, загружают лекарства, везут наши братья, везут нашим людям. Пока я не имею никакой информации, я не лезу в душу, сколько там и кто там. Я только одно знаю, что людям везут генераторы, стоимость каждого почти по 120 тысяч гривен, везется топливо, везутся мука, морковь, капуста. Все-все-все везется. Я бесконечно счастлив, дорогие братья и сестры, что мы можем вот так вот собраться и от души иску то, сколько может. Несмотря ни на что, помогают друг другу. Я уверен, что пройдет время. Я увижу ладык Арсений, обниму его и скажу ладык Арсений. Я безумно счастлив, что хоть чем-то смог помочь нашей любимой Святоуспенской, Святогорской лавре. В заключение, наверное, стоит услышать слова благодарности от всей лавры и от всех братьев, от этой прекрасной матушки. Андруша говорит, что я всем братикам и сестричкам благодарна за то, что они помнят, что я была и я на Белом свете. Благодарю и Женечку за коляску и Дениса, что он всегда передает поклоны. Да, это, может, через него он не передает. Да, да, да. Всем, 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 всем родным. Благодарю, спаси Господи вас. Я сейчас поснимаю, да. Это сегодня у нас 14 июля, июля. Сейчас мы смотрим. Вот это все сегодня. Он может снять поближе там Солнце Правды. О, это резница, да? А? Вот резница, да, вот этот угол. Это резница, ну это все равно. Это там, в Белойке. Это еще мост не взорвали. А, еще мост не взорвали. Господи помилуй. Стекол нет. Вот это сегодня пролетело, да? Вот это сегодня прилетело и нету трех колонн. Видишь? Они, наверное, на крыше лежат. А, три колонны. Вот, которые сверху не упали. Я вижу, вижу. Две и одна там. Вижу. Вижу, отпали три колонны. Это на колокольне, да, Батюшка? Я думаю, да, это колокольне. Я думаю, они лежат там, на крыше. Потому что, наверное, они не провалились. Видишь, она пробила, ну, эту... Не наображаю, ничего не помню. Вот еще там прилетело, потому что это свежак. Дерево упало там, да? Дерево там слило, это свежак. Вот, видишь, у нас зеленое. Рыб не старый. Вот оно упало, свежее. А вот это старый. Ну, город вообще разрушает. И там дерево упало, да, Батюшка? Да. Смотри, там дерево упало. Это раньше. Это раньше, да? Ну, пока меня неделю не было, да? Да, это тебя. Ну, тут каждый день такая. Ну, вот как сегодня они... Они вот с нами поздоровались. Это был понедельник. Прилетело несколько раз. Идем еще, если хочешь, там наход... Вот здесь, в Расконтаке. Двори есть что-то снять. Вот, потому что там были все двери целые. А сейчас они уже не стоят. Часовинка для молебна тоже давно уже осколками, да? Еще я когда был здесь. Да, да. Давно разу... Это же танк побито, да? Это танк взорвал. Это танк бил как, когда оттуда ночью. Может, помнишь, он ездил и убил всю ночь. Вот. Продолжение следует...